На этом уроке мы проведем грамматический разбор 31 аэта «Инна лил муттақина мафаза» Поистине для остерегавшихся для богобоязненных место спасения или спасения. Слово мафазан может быть «исмаканин» – именем места действия, то есть макан-эль-фаузи. В этом случае это слово будет переводиться как «место спасения и успеха». Также это слово может быть мастером – отглагольным именем, именем действия. Тогда это слово будет переводиться как «фаузан» – «успех и спасение». «Инна» – это харфу «товкидун» у «наспин» – это частицы усиления, ставящая муктада, подлежащие именному предложению в состоянии «насп». Ахабар подлежащего в состоянии «аррофа». Мабдинь аля фатхин с неизменяемым окончанием, с фатхи на конце. Лама халаллаха миналь ираб, нет ему места в падеже. Лилмуттақина. Ли, ал-лам это харфу жарин, предлог родительного падежа, который ставит одно имя в состоянии аль-жар. Мабдинь аля кастрин с неизменяемым окончанием, с кастры на конце. Аль-муттақина, исмун маджрурум бил-лами, имя поставлено харфом, предлогом ал-лам в состоянии аль-жар. В аля-мутта-жар-лихи, признаком его состояния аль-жар является аль-ява, буква я. Не абдинь анин кастры, в качестве замены или ответвления кастры. А почему я? Потому что это лі-эннаху джаму мадзеккарин сайльмин, потому что это целая форма множественных числа мужского рода. В ануна а, буква нун на конце, это ай-вадун анин тануин филисмин муфред, является заменой тануину, имеющемуся в форме единственного числа. В аль-жару в аль-маджруру, харфу жар и поставлено имя в состоянии аль-жар имя, мутта-алликани, то есть связаны, состоят в смысловой связке, мутта-алликани бимахзуфин, связаны с удаленным амелем, фактором, который в действительности является хабаром. Значит, связаны по смыслу с удаленным хабаром, поставлено перед исмом инна, поставлено в начале. Поэтому мы говорим мутта-алликани бимахзуфин, хабарун макаддамун линна. Уточним больше, мутта-алликани бимахзуфин связан по смыслу с удаленным амелем, фактором. Обычно для лёгкости, для начинающих говорят, что хабар инна – это сам аль-жару в аль-маджруру. Поэтому здесь читают мутта-алликани бимахзуфин, связан с удаленным амелем, хабару инна аль-макаддаму, связан с удаленным амелем и является поставленным перед исмом хабаром. Но в действительности хабара частицы инна – это тот самый удаленный амель, фактор. А аль-жару в аль-маджрур – это как бы его предаток, дополняющий его смысл. В этом случае мы говорим, мутта-алликун бимахзуфин, связан с удаленным амелем, хабари инна аль-мукаддами. С удаленным амелем – фактором, являющимся на самом деле хабаром частицы инна. Мутта-алликун бимахзуфин, хабари инна аль-мукаддами. Являющимся на самом деле хабаром частицы инна. В основе порядок предложения был таким. Инна мафазан кана лил-мутта-кина. Поистине место спасения или спасения является или есть для богобоязненных. Но здесь у нас имя Мафазин является Некера, в неопределенном состоянии, именем неопределенного состояния. А Хабар – это Щипх Джумлатин, то есть является подобием предложения Аль-Джару Аль-Маджруру в данном случае. Поэтому здесь в обязательной форме Хабар частицы Инны вышел вперед, перед Исмом Инна. Мафазин – это Исму Инна Аль-Муахар. Имя частицы Инна поставлено после его Хабара. Из-за указанной нами причины. Мафазин Мансубин би Инна поставлено частицы Инна в состоянии Аль-Насб. Ва Алямута Аль-Насбхи признаком состояния Аль-Насб в этом слове является Аль-Фатхата Ал-Захирату Аля Ахирихи яваный Фатхан над его окончанием. Дальше, ва Инна ма Асмиха ва Хабариха частицы Инна с его Исмом и Хабаром все это Джумлату Несмиятун – именное предложение. Истиннафиятун – возобновляемое, новое предложение. «Ля махаля лагаминаль Ираби» – не имеет места в падеже. На этом все на сегодня. Инша Аллах, на следующем уроке продолжим Ираб слова этой суры. «Ля махаля лагаминаль Ираби» «Ля махаля лагаминаль Ираби» «Ля махаля лагаминаль Ираби»